В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Первый заместитель руководителя администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин встретился с жителями микрорайона Купеленко и обсудил экологию реки. Мы не теряем надежды, что мы все-таки войдем в госпрограмму по реабилитации малых рек. В сентябре в России проходит антинаркотический месячник. Мы, наркологи, всегда стараемся вместе с пациентами, вместе с психологами достичь длительной ремиссии. Ко дню рождения города Видное сотрудники районного историко-культурного центра организовали очередную выставку в сквере «Юность». Дома по строительной улице. Здесь было поле, чистое. Жители микрорайона Купеленко бьют тревогу. Они намерены не допустить уничтожения одноименной реки вблизи их домов. Регулярно инициативные жители инспектируют территорию и выявляют нарушения. На днях на месте событий с общественниками встретился первый заместитель руководителя администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Сегодня набережная реки Купеленко благоустроенная зона отдыха. Обидно, что все это великолепие омрачает неухоженный водоем. Люди помнят, как купались, ловили рыбу. И сейчас, когда в микрорайоне Купеленко и Завидное достаточно уже хорошо разобрались с очистными сооружениями, сделали благоустройство, провели несколько мероприятий, связанных с посадкой деревьев совместными жителями, теперь наступил вопрос, чтобы разобраться с данным водным объектом. Водные объекты у нас являются собственностью Российской Федерации. И для того, чтобы здесь привести и навести порядок, требуются значительные финансовые средства. Участники встречи обсудили пути решения проблемы, чтобы подготовить дорожную карту. К обсуждениям подключился эксперт с большим опытом очистки водоемов по всей стране. Он будет консультировать инициативную группу. Дорожная карта – первый шаг на пути к государственной программе по выделению средств на данные работы. Альберт Гравин отметил, общественный резонанс поможет привлечь финансирование из федерального и областного бюджетов. Мы не теряем надежду, что мы все-таки войдем в госпрограмму по реабилитации малых рек в Московской области. Но мы понимаем, что это дело очень долгосрочное. И сегодня мы провели встречу с специализированной организацией, чтобы хотя бы понять порядок цифр, насколько все это дорого и насколько это непосильно, допустим, инвестору. Может быть, это кому-то будет действительно посильно, и мы попросим помощи извне. Заявку на вхождение в федеральную программу будут рассматривать лишь после 2022 года. Тем временем местные власти намерены держать руку на пульсе и своими силами поддерживать состояние реки Купеленки. В осенний период иммунитет начинает ослабевать, поэтому так важно заблаговременно заняться укреплением здоровья и не забывать о вакцинации. О мерах профилактики в сезон ОРВИ нашей съемочной группе рассказал врач-инфекционист Александр Поцелуев. С наступлением осени и резкого похолодания моментально увеличивается количество пациентов с простудными заболеваниями. По словам врача-инфекциониста Александра Поцелуева, осложнение предстоящего эпидемического периода вызвано рядом неблагоприятных факторов новыми штаммами гриппа, распространением COVID-19 и сентябрьской вспышкой ОРВИ. Подъем температуры, кашель, насморк, общая слабость, недомогание. И в зависимости от симптоматической картины ставим мы или ОРЗ, или ОРВИ. Среди всех разновидностей острой респираторной вирусной инфекции грипп считается наиболее опасной. Медики утверждают, что у многих это заболевание протекает тяжело и сопровождается развитием осложнений. В Ленинском городском округе 7 сентября началась массовая кампания по вакцинации населения. В этом году планируется привить от гриппа максимальное количество жителей. Есть такое утверждение, что любая вообще прививка стимулирует общий иммунитет на самом деле. То есть и другие антитела, которые циркулируют в организме, они тоже как бы на эту стресс-реакцию стимулируются и усиливаются. Чем больше количество антител, тем выше у нас иммунитет. Врачи советуют пройти вакцинацию от гриппа как можно раньше, чтобы к началу подъема заболеваемости к вирусу успел сформироваться иммунитет. На выработку антител, как правило, требуется около месяца. Бывает часто ответная реакция на вакцину, но тут смысл в том, что это идет стресс-реакция самого организма, то есть ответная реакция идет на выработку антител. Сделать прививку можно не только в поликлиниках и амбулаториях, но и в мобильном передвижном комплексе, который расположен у кинотеатра «Искра». Также не стоит забывать и о самых простых мерах профилактики. Профилактика – маску носить, хотя это вообще минимальная профилактика, а так избегать скученности, проветривать помещение, полоскать зевт нос, там аксалиновую мазью, пользоваться антисептиками, гигиеносовлюдение, мытье рук. Защитные меры помогут избежать болезни в простудный сезон и остаться здоровыми. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская, Витнет-ТВ. Традиционно в сентябре в России проходит антинаркотический месячник. Во всех учебных заведениях, в том числе и в Ленинском городском округе, проводятся тематические мероприятия. Психиатрическая больница номер 24 организовывает горячую линию, на которую может позвонить каждый, кто столкнулся с этой бедой. Наша съемочная группа побывала в лечебном учреждении, и узнала, какую помощь оказывают в нем людям с наркозависимостью. Лица героев нашего сюжета по понятным причинам мы не можем показывать. Они – пациенты наркологического отделения психиатрической больницы 24. Их жизнь сломали наркотики. Пытаюсь начать новую жизнь, но никак не получается. Это у меня происходит уже в течение 20 лет. А что именно? Наркотики. Наркотики? Губят. 20 лет назад вы были, наверное, совсем молоды. Ну, естественно, 19 лет мне было. Что посоветуете той молодежи, которая... Даже вообще не смотреть на них. Не то, чтобы пробовать, не смотреть на наркотики. Потому что из-за них, во-первых, болячек много. А вот тюрьма прошла я. И периодически больница. Семья есть у вас? Нет, и семьи нет. Все потеряно. Была и хорошая работа, было и накопление, и как бы... Ну, все это потом, все это уходит на наркотики. Я считаю, что здесь, ну, помогают. И были у меня большие промежутки, когда я не употребляла после этой клиники. Вот. Ну, неуравновешенная психика, какие-то жизненные ситуации, меня опять на путь наркотиков. Семья была, три брака за спиной. То есть дети как бы... Особо я не растила их. Смотрю на другие семьи и хочется, чтобы у тебя так же было. Ну, пока у меня так... Стараюсь. Печальная статистика говорит, наркозависимых людей в нашей стране меньше не становится. Заведующий наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24 Ольга Запольнова приводит цифры. Последние три года мы не отмечаем уменьшения лиц, состоящих на диспансерном наблюдении. В настоящее время на диспансерном учёте находятся 133 больных с наркоманией. Из них четверть – это девушки, женщины молодого работоспособного возраста. На горячую линию в наркологическое отделение звонки поступают ежедневно. Чаще звонят родственники в попытке спасти близкого им человека. Мы, наркологи, всегда стараемся вместе с пациентом, вместе с психологами достичь длительной ремиссии. То есть такого уровня жизни нашего пациента, когда он может благополучно жить в семье, работать, участвовать в общественной жизни и не испытывать влечения к психоактивным веществам, с тем, чтобы не быть привязанным к наркотическому зелью. В стенах отделения наркозависимый человек получит разностороннюю помощь. С пациентами работают наркологи, психологи, психотерапевты. Проводятся тесты, которые позволяют понять, употребляет ли человек в данное время наркотики. Здесь же проводят забор крови на гепатит, ВИЧ, инфекцию. Каждый человек в своей жизни сдавал кровь на ВИЧ не раз по каким-либо показаниям. И он изготавливается несколько дней. Здесь же делают экспресс-анализ. То есть результат будет готов прямо сейчас. Очень важен настрой пациента на лечение, говорят доктора. Если есть настрой на восстановление, то успех в лечении, он будет более эффективным лечением. И что хочется сказать, те люди, которые настроены на лечение, мы идем им навстречу. У нас очень много в больнице хороших специалистов. Видов наркотических веществ становится больше. И задача тех, кому выгодно, это подсадить на наркотики подростков и молодежь. Поэтому сотрудники отделения плотно работают с учебными заведениями, проводя тестирование. К счастью, в последний год случаев приема наркотических средств с школьниками и студентами колледжа Московия не было выявлено. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кушелева. Видное ТВ. Месяц назад программа «Активное долголетие» возобновила свою работу в Ленинском городском округе. Ее участники вновь посещают спортивные занятия и творческие кружки. На одном из них побывала наша съемочная группа. Занятие творчеством – часть губернаторской программы «Активное долголетие». В ее рамках получатели социальных услуг с удовольствием осваивают новые техники. К примеру, роспись гипсовых барельефных панно. Подобные мастер-классы, замечают сотрудники Центра Вера, благотворно влияют на здоровье пожилых людей. Занятие творчеством помогает людям объединиться. Помогает людям пожилого возраста, которые вышли на пенсию, найти себе занятия, интересные по духу. Занятие творчеством помогает отвлечься от грустных мыслей. Роспись гипсовых панно – занятие, интересное в любом возрасте. Стоит только проявить фантазию, и скучная белая заготовка превращается в яркий предмет декора. Это что-то необыкновенное. Получаешь огромное-огромное удовольствие. И время не в пустую тратится, а что-то делаешь очень красивое. Я уже хожу второй год на эти занятия. Сейчас у нас новое, из гипса, нетрадиционное, из гипса. У нас такие поделки, которые мы разукрашиваем с великим удовольствием. Оффлайн-занятия в рамках активного долголетия возобновились месяц назад. За это время Центром Вера было организовано уже несколько различных программ, чтобы помочь пожилым людям вернуться к насыщенной жизни. Для учета посещаемости в начале занятия через специальное приложение участников регистрируют по социальной карте жителя Московской области. Это требование нашего министерства. Такая разработана программа, где сразу отмечается человек, участник, и сразу в программе выходит такая табличка, что один участник уже там зачислен. На сегодняшний день занятия проводятся при соблюдении участниками санитарных норм. Александр Столяров, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ Ко дню рождения города Видное сотрудники районного историко-культурного центра организовали очередную выставку в сквере «Юность» на Заводской улице. Она получила название «Родной, любимый, неповторимый». И это получилось действительно настоящее признание в любви. На самом деле это лучше увидеть и не один раз, и не по телевизору. Больше 80 лет охватывают эти снимки. Первый из них о тех временах, когда не то что название «Видный», а и самого города еще и в планах не было. Мы хотели показать не просто, как город родился, а с чего он начался. Мы хотели показать и строительство коксогазового завода, тех людей, которые приезжали, чтобы строить его, и показать сегодняшнее время, с чего мы начали и к чему мы пришли, как город жил, как город расцветал, каким он классным стал. Бараки, в которых жили строители коксогазового завода, приехавшие в Подмосковье со всей страны. Быт первых поселенцев. Обо всем этом с любовью и теплом рассказывает одна из авторов выставки Ольга Понасюк, устроившая нам небольшую экскурсию. В 1937 году была выбрана площадка и выделены земли на месте совхоза Гаврилова. И там начинается строительство завода, который должен был обеспечить растущую Москву газом. Отдельное место посвящено 60-м годам. Для многих жителей Видного наверняка именно эта часть будет наиболее интересной. Здесь воочию можно увидеть, каким был город в самом начале своей истории. Это четвертая школа. А дальше видно котельнюю по строительной улице. Видно вот отсюда, четвертой школы. Вот. И дома по строительной улице. Здесь было поле чистое. Вот советский проезд и советская улица. А вот Тимоховский пруд. Реконструированный. Представляете, что было и что стало. Еще один стенд посвящен уже 2000-м годам. Здесь и открытие фонтана у Искры, и стройка выезда из 6-го микрорайона. Работа над выставкой длилась около месяца. Сами организаторы признаются, работать над ней было нелегко. Это все решалось в спорах, с криком, кто чего придался. Вот для этого, чтобы сделать эту фотографию, мы собрали около 350 фотографий. Ну, а здесь только 50. Вот считайте, сколько мы отобрали. И за каждую фотографию пришлось, конечно, бороться. Итоги этой борьбы и представлены на суд зрителей. Выставка будет работать до конца октября. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Пока осень еще окончательно не вступила в свои права, по выходным в Центральном парке города Видное проходят развлекательные мероприятия для детей. Одно из них – познавательно-игровая программа для самых маленьких «Мы хотим жить в мире». Дети участвовали в конкурсах, танцевали, делали зарядку и фотографировались вместе с ведущим. Перед днем городом стараемся проводить детские мероприятия и приглашаем 12-го числа также сюда на празднование дня города. Поэтому, друзья, ждем. У нас хорошая атмосфера в парках, работают аттракционы. Всех ждем приходить. Многие из родителей уже знают о проводимых в парке мероприятиях. Некоторые, проходя мимо, зашли случайно, но остались довольны. Мы приходим сюда вообще в контактный зоопарк. Вот так как у нас дети маленькие, мы немножко проходили мимо раньше таких мероприятий. А сегодня вот как-то у нас один даже пошел танцевать. В день города 12 сентября в 12 часов здесь состоится игровая программа «Город, в котором мы живем, мечтаем и любим». Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова